полностью преобразуется. Как понять эту фразу? Человек, который никогда в жизни не нарушал шаббат, он вырос в еврейском правильном доме. Его исполнение шаббата оно одинаково. Ну всегда одинаково. Я так делал в детстве, я так делал сейчас, я так буду делать, мои дети будут так делать. Оно константа. Человек, который решил соблюдать шаббат, вы знаете, сколько радости он доставляет творцу. Его исполнение шаббата, каждый раз он его ждет, каждый раз он к нему готовится. Я помню первые годы, я когда делал кедуш, первые годы, больше 20 лет назад, я ощущал как Нишамая и Тара, дополнительная душа в меня спускается. Каждый еврей получает дополнительную душу в шаббат. Когда я делал лавдалу, первые 5 лет, я чувствовал, как она из меня выходит, и я падал, я не имел сил стоять. У меня не было сил. Вышла эта душа дополнительная. Первые 5 лет Бог делает много подарков. Потом говорит, иди сам, хватит. Так, исполнение, исполнение любой митцвы вот таким евреям, который был отдален, это огромнейшая, огромнейшая радость и для его души, и для Творца. Так, поехали. Чува достигается тогда, когда что-то негативное, происшедшее в прошлом, делали опыт, теперь используется так, что значение его полностью преобразуется. Например, соприкосновение человека со смертью пробуждает в нем жажду жизни. Понятно? Объяснить? У нас в эту пятницу последнюю произошла трагедия. Умерла женщина, 44 года. Причем, умерла абсолютно по непонятным причинам. Она пошла делать абсолютно какую-то ерундовую операцию и умерла на операционном столе. Но это операция, как отрезать ногти. Полный дом детей. Вы знаете, похороны были огромные. Весь город там был. Раб Гросман наш там был. Вот ты был на этих похоронах и потом ты начинаешь ценить жизнь намного больше. Все молодой человек, мать, причем она была очень святая, она все время занималась какими-то проблематичными детьми. Она делала много добра в этом мире. Понимаете? Удивие творца нам не понять, но те, кто соприкоснулся к смерти, больше начинают ценить жизнь. Там было невозможно не плакать на тех похоронах, а когда вышел, было это ощущение, Боже, спасибо, я еще жив. Соприкосновение человека со смертью пробуждает в нем жажду жизни. Какая не могла бы возникнуть, не случись этого соприкосновения. Каждый воспринимает жизнь, как само собой разумеющийся, у меня все в порядке, как дела, нормально. Что такое нормально? Может быть хуже? Может. Так скажи, баруха, шею. Ну скажи, баруха, нормально. Что такое нормально? Слава Богу. Или странствия по дальним дорогам пробуждают в нем любовь к родному дому? Ты работаешь в своем квинсе. Каждый день ты приходишь домой. Это рутина. Завтра тебя послали в командировку на два месяца в Денвер, Колорадо. Ты два месяца, ты, когда в момент, когда ты войдешь в свой дом, это мой дом, это мой любимый дом. Дальняя дорога, она пробуждает тебе любовь к родному дому. Кто был обязан принести жертву в Песахшине? Те, кто прикоснулись к мертвому, и те, кто были в дальней дороге. К родному дому, которая без этих странств не стала бы столь сильна. По сути, отрицательный опыт буквально выворачивается наизнанку и становится очень-очень положительным. Соприкосновение со смертью преобразуется в более сильную любовь к жизни, а дальние расстояния сближают. При всех этих уникальных обстоятельствах Второй Песах стал частью Тор. Фактически все заповеди Торы, включая и те, что связаны с редкими, непредсказуемыми обстоятельствами, были получены муше непосредственно от Бога. Закон Второго Песаха относится к нескольким случаям, когда новая заповедь стала следствием просьбы нескольких людей, выразивших протест, за что же мы будем решены. В принципе, ты же, есть закон. Осегба митсваа, патурми митсваа. Тот, кто занят митсвой, свободен на других митсвах. Я несу тело своего предков. На меня возложена большая честь. Я сейчас представитель всего своего колена. Я это делаю с благоговением и радостью. Почему они должны вдруг пристать к Богу? Мой и шедая, почему мы нас должны делить и обделить митсвой? Вы понимаете? Вот это отношение, которое требует Бог от каждого еврея. Каждый митсвет должен относиться нам, а не гора. Эти люди, и то, что с ними произошло, и то, что они потребовали от муше, они нам с вами преподнесли урок через три тысячи лет. Никогда не пропусти митсву. Хватай все митсву. Я знаю, вы все в совершенстве знаете иидыш, поэтому я скажу на иидыше фразу. Хапен митсвес. Знаете, что я говорю? Хапен митсвес. Хватать. Хапать. Хапать митсвес. Не хватать. Хапать. Хватать ее на лету. Не дай Бог ни на одну секунду не дать пролететь митсве рядом. Хапен митсвес. Это у меня был один ученик. Он всегда... Я всегда... Сема, зачем ты пришел в этот мир? Он говорит, Хапен митсвес. Ну, ничего не исполнял. Ну, ходил на уроки. Молодец. Уходил цель своего пребывания в этом мире. За что же мы будем лишены? Ну, почему положение о втором Песохе не было включено в свод законов Торы, посвященных Песоху? У нас есть свод законов. Вы откройте Шухана Рух. И Песох. И все законы о Песох. У нас есть трактат Талмуда. Называется Псахим. Все законы из Песоха мы берем из трактата Псахим. Почему Песох Шини не упоминается Псахим? Вот вопрос. Дело в том, что дар Чувы это дар. Его нельзя провести через общепринятые каналы законов Торы. Весь духовный смысл, нравственный смысл, скрытый смысл второго Песоха, это не то, что ты будешь кушать мацу, что является законом Песоха. А то, что ты можешь сделать Чуву всегда, в любое время, в любом месте. Понятно? А это невозможно провести по закону, потому что Чува зависит от тебя. И когда мы делаем Чуву, это еще дар. Правильно? Когда мы выходим к Тории, что мы говорим? Баруха Таашем, Элокеми Мелеха Ола, Машел Бахар, Бану Микола, Венатан. Что такое слово Натан? Матана. Это его самый большой подарок, который он сделал еврейскому народу. Чува – это такой же уровень. Такой же уровень, потому что евреи – это шедшие от Торы, которые Матана, получают теперь другую Матану, которая приведет его к самой главной Матане. Матана – это подарок. Present. Gift. Ай-яй-яй-яй-яй. Теперь вопрос понятен? Почему положение? О втором Песахе не было включено в свод законов Торы, посвященных Песаху. Дело в том, что дар Чувы – это именно дар. Его нельзя провести через общепринятые каналы законов Торы. Тора – это выражение божественной воли через 613 предписаний и запретов. Это свод законов, из которых следуют, какие наши действия желательны для Бога, какие нет. Если в соответствии с Торой то или иное деяние или ситуация противоречит божественной воле, они не могут рассматриваться как положительные или желательные. Медраж рассказывают. Сейчас очень интересный медраж. Мудреца спросили, «Какое наказание ждет грешника?» Он ответил, «Грешник, грешных преследует зло». Это с фразой из Соломона. Спросили пророка, мудреца спросили, так говорит Медраж, мудреца спросили, мудрец – это в первую очередь человек, который любит всех евреев, поэтому он не может сказать о всех наказаниях, которые следуют грешнику. Он выразился мягко, его преследуют зло. «Пророка спросили». Он ответил, «Душа согрешающая, она умрет». Так сказал и Христ. Спросили Тору, и Тора ответила, «И принесет в повинную жертву Богу, и будет ему прощено». Тора еще более милосердна, «Принеси жертвоприношение, я тебе дал все законы жертвоприношения, и скупишься». Спросили Бога, и Бог ответил, «Вы помните еще вопрос, какое наказание ждет грешник?» Что сказал Бог? «Пусть сделают чеву, и будет прощено его». Вы понимаете, насколько Бог любит своих детей? «Жертвы». «Пусть сделают чеву, и все в порядке». Тора предлагает формулу для покаяния, но не позволяет отецового факта нарушения человеком божественной воли. Тора что сказала? «Принесет повинную жертву». Тора предлагает формулу для покаяния, но не позволяет уйти от самого факта нарушения. В лучшем случае, его деяние может быть забыто, и человек будет возвращен к источнику жизни. И изменить самый отрицательный элемент греха, тот факт, что в какой-то момент человек находился в состоянии утраченной связи с Богом, Тора не может. У него нет на это сил. Тора не получил эти силы. Тора – это выражение воли Творца. Он ждет от нас и хочет, чтобы мы исполняли 613, и все это его воля, это его желание. Не называйте это митцвод, назовите это просто желание Творца. Слово митцвод имеет два корня. Первое – это цавв, это приказ. Второе – цавта. Цавт – это быть вместе. Единственное, что тебя может связать со мной – Тора и митцвод. Хочешь быть со мной – Тора и митцвод. Второе – я изложил все, что я от тебя жду. Тора что говорит? Пусть принесет жертву. Правильно дает законы. Но изменить сам отрицательный элемент греха, тот факт, что в какой-то момент человек находился в состоянии утраченной связи с Богом, Тора не может. Таким образом, суд второго Песаха в том, что все, даже прошлое можно исправить. И эта идея не могла быть доведена на нас до ряду с традиционными заповедями Торы о Песах. Потому что весь Песах же не это чува, а не маца. Ты должен есть маца, но самое главное – ты должен делать чуву. Это дар чувы, и спросили у всемогущего несколько евреев, отравленных смертью и исламленной дальней дорогой. Они воскликнули – «Лама не гора!» За что мы будем решить? Выражая со всей глубиной переживаемое чувство жажду быть с Богом. Может, кто-то даст мне ручку, пожалуйста? Потому что я хочу отметить, мы сделаем перерыв, но перед этим я вам хочу что-то еще рассказать. Спасибо большое. Смотрите. Смотрите. Есть молитва, которую, говоря, в Роша Шанай в Йом-Кипуре. Называется она «Унтанай-Токев». И он написал «Рав Амнон» из Маньца. И она включена во все ашкиназийские седури, в сепарские ашкиназийские седури. Она, по-моему, не включена. Правда, Квадарар? Есть в Унтанай-Токев или нет? Есть? Извините, потому что я не помню. Там есть такие слова в этой молитве. Учува, тфила, уздака, мавирим, роак-зира. Что это значит? Чува. Уже понимаете, что такое чува. Тфила. Утздака, мавирим, роак-зира. Перевод, отменяя все плохие приговоры. Теперь так. Как мы переведем чува? Чисто на английский. Там нет такого возвращения. Раскаяния на русском. Как мы переведем тфила? Молитва. Как мы переведем тфила? Милосердие, пожертвование. Правильно? Это не имеет отношения к евреям вообще. Никакого отношения, ни один из этих переводов к еврейскому народу, ни нашей Торе не имеют. Чува. Это не раскаяние. Раскаяние, раскаяние. Это на иврите харада. А здесь нет харада. Здесь чува. Ты возвращаешься на твой исконный путь. Ты возвращаешься к состоянию чистоты. Вернуться. Вернуться. Понимаете? Поэтому само слово раскаяние, оно неправильно. Потому что на иврите чува. Это не раскаяние, а харада. Теперь дздака. Мы переводим дздака пожертвования, милости. Неправильно. Неправильно для пожертвования, милости. Есть хесет. Масе хесет. Делает. Здесь нет. Здесь дздака. Слово дздака происходит от слова цедек. Что такое цедек? Это правосудие. Что такое правосудие? Я уподобляюсь Творцу. Он мне, который ничем не заслужил. Я знаю, что я могу быть намного лучше. Он мне каждый день дает жизнь. Он мне дает пропитание. Он мне дал мою семью. Он вершит правосудие. Теперь я буду вершить правосудие. Передо мной стоит еврей. У него нет. У меня есть. Я вершу правосудие тем, что я ему дал. Вот это слово дздака. Теперь слово тфила. Как мы переводим слово тфила? Молитва. Глупости. Prayer. Глупости. Совсем нет. Слово тфила означает связь. Потому что молитва это бакаша. Просить. А мы не просим. Мы открыли Сидур. Мы открыли наш молитвенник. Мы соединились с Творцом. Вы понимаете? И теперь, что нам здесь говорит Раван, который пережил страшную трагедию? Он нам говорит, что отменить злое предначертание, а это произносится в Рошашана, в Йом-Кипур, дни, когда еврейский народ судим. Что может отменить то, что на тебя плохое вынесено? Только чувак вилает здака. Почему я такой большой Рав? Я очень много знаю. Я посвящаю всю свою жизнь евреям. Я целый день учу. Я очень много понимаю. Я даже делаю их идущим. Этого мало, чтобы перевести и отменить мои плохие приговоры. Я такой святой, я такой хороший. Мало. Знаете почему? Потому что Бог говорит, это я тебе дал. Все, что у тебя есть, я тебе дал. У тебя есть ученики, я тебе дал. У тебя есть синагога, в которой ты можешь посвящать свою жизнь евреям, я тебе дал. У тебя есть дети, которые приносят тебе радость, они идут по дороге Торы, я тебе дал. Что я тебе не дал, чувак, тфила, здака. Бог говорит, чувак, я могу за тебя сделать чувак. Делай, чувак, делай. Посмотрим, что ты сделаешь своими силами. Где ты? Меня нету. Я готов тебя слушать, я не готов ничем абсолютно содействовать. Поднимайся сам, красавчик. Посмотрим, сколько души ты можешь в это вложить. Тфила. Что такое тфила? Связь с Богом. Что ты хочешь, чтобы я позвонил сам себе? Позвони ты мне. Тфила это я жду, чтобы ты со мной захотел связаться. Я хочу, чтобы ты сказал барухата, 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 как мы говорим, все эти 19 благословений в Амеде. Благословлять Творца за все, за каждую секунду. Барухшино, за Него. Это самое-самое святое, всех молитв. Я могу молиться самому себе, я могу делать тфила, связаться с собой. Посмотрим, как ты молишься. Сколько души ты вкладываешь в свою душу, сколько ты понимаешь из того, что ты делаешь. Я жду тебя, я хочу тебя. Получится, отменю плохие приговоры. Цдакат. Грей говорит так. Слава Богу, мне Бог дал много денег. Я делаю много добрых дел. Я отделяю Моасер. Знаете, что такое Моасер? Десятина. Я заработал в этом месяце 20 тысяч долларов. 2 тысячи я дам Моасер. Ах, какая цдакат. Цдакат. Что Бог говорит? Это не цдакат. Это я тебе дал. Все твои 20 тысяч. И даже не 19 тысяч 999. Ничего твоего нет. Все мое. Все 20 тысяч мои. Теперь эти две ты должен отдать. Потому что я тебе дал, чтобы ты дал. А цдакат. Вот сейчас мы посмотрим, насколько милосердия и любви ты можешь проявить к человеку, который нуждается. Цдакат. Это то, что ты оторвал от себя. А не от Бога. Моасер это Бога. Ты оторвал от себя. Это мое. А сейчас посмотрим, на что ты способен. Цдакат. Вот это только те три вещи, которые могут отменить все плохие приговоры. Это потому, что это полностью зависит от самого Еврея. И Бог это самое-самое любимое у него. Потому что Еврей идет даже на самопожертвование. Самопожертвование. Знаете, чтобы сделать чего? Он идет на самопожертвование. Я больше не буду бриться. Ой, какое самопожертвование. У меня был ученик. Он несчастный. Слава Богу, чтобы он был здоров. Он начал делать чувак. А жена ни в какую. И там воины. И он говорит, я не хочу бриться. Я хочу бороду. Она говорит, через мой труп. Я хочу бороду через мой труп. Я с тобой с таким вот мохнатым жить не буду. Прошло полгода где-то. И он приходит на урок. И у него воротка. Небритый. Я говорю, Игорь Макараб. Я на себя взял мыть посуду до конца жизни. Она мне разрешила. Она мне разрешила. Ребята, вы не можете представить, какие чудеса были в этом доме потом. У них было две девочки. Они уже были взрослые девочки. Лет по 12. Игорь этот, он человек абсолютно положительный. Он абсолютно положительный. К нему вообще нельзя что-то плохое даже как-то представить, что он может сделать что-то плохое. Он очень-очень хороший человек. Теперь этот Игорь. Он все время молится о сыновьях. Он хочет сына. Как только его жена начала ходить в Микву, два сына у них родилось. У них был перерыв 12 лет. Начали дома соблюдать Таарат Мишпаха. И что? Он пошел на самопожертвование. Он стал мыть посуду ради бороды. Так, мы сделаем перерыв, дорогие друзья. Отключите. Отключите все эти штуки.